Конь Д7, нельзя на Б5, что ли? Потому что тут где-то ладья бьет Ф3 какие-то идеи есть. Да, ладья бьет Ф3. Илья, есть хоть, ну то есть Илья Горов? Володь, есть хоть одна позиция, где ты что-нибудь не пожертвуешь в конце-то концов? Здесь просто напрашивается, напрашивается. Просто я-то с тобой когда играл, то, блин, ну ты там фигуру усиливал, переводил их, по центру накатывал. Чего же ты со мной-то ладья в 3 не бил? Понимаешь? Ну, как это понимаешь, все эти вещи на самом деле, ну во-первых, во время меняется немножко отношение к игре, а во-вторых, проблема в чем с годами возникает обычно? На самом деле, у тебя терпение, ну нервная система чуть походит, не хватает терпения 6 часов переводить фигуры. И часто вот, часто люди, да, начинают играть поострее, поживее, то есть, да, потому что, ну, как-то оно, скажем, и разрядка наступает быстрее, и интереснее, потому что с годами интерес немножко к игре попадает, а так ты немножко искусственно где-то его поднимаешь. И ты, как бы, да, и разрядка чуть быстрее наступает, потому что сил уже мало, чтобы 6 часов туда-сюда ходить. Да, так что, ну, с данным конкретным случаем, правда, водя f3 реально, как бы, ну вот, оно напрашивается, да, если дадут белое. Поэтому я думаю, что, может быть, белое ферзь е3 как-то сыграет. Но тогда вот, тогда черное, ну, норма ферзь е3, крепкий ход. Субтитры сделал DimaTorzok